Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 28 мая уже, да? День пограничника, 2021 год. Разберем сейчас матчи чемпионата мира по хоккею. Вчера, в принципе, опять сыграла моя стратегия, первые матчи больше, вторые меньше, там или наоборот, но неважно. Короче говоря, в вечерних матчах было в обоих меньше 6,5. Мы на вечер брали два варианта экспресса. Это Финляндия, Италия меньше 8,5 за рубль 35. И Чехия, Швеция, вернее, Швеция, Чехия в этом матче меньше 6,5 за рубль 35. Ну, примерно так вот. В общем, было там что-то 1,75, это все зашло. Второй вариант у нас был такой. Индивидуалка Финляндии меньше 6,5, индивидуалка Швеции меньше 3. И то, и то зашло. То есть оба экспресса по группе вчера зашли, лесенка плюсанула, на НХЛ у нас тоже был двойник. Я вам сейчас его открою и скажу, какой двойник у нас. Ну, там три события брал. Торонто Монреаль больше 4,5 за рубль 50 зашло. Нэшел Каролина Каролина не проиграет за рубль 40. И Торонто Монреаль, Индивидуалка Монреаль больше за, больше полтора. Все три события сыграли по лесенке. Лесенка у нас 5143 рубля на сегодняшний день составляет. Сегодня в группе у нас 2 или 3 даже экспресса будет на чемпионат мира. Быстро вступайте и получаете бесплатно оплату после захода. И каждый день 2-3, а то и 4 двойника у нас есть. Это хоккей. Скоро начинается чемпионат Европы по футболу и тоже будет очень интересно. Перед чемпионатом мира по футболу у нас еще будет с вами плей-офф ВТБ, ЦСКА Уникс и потом финал четырех по баскетболу. Баскетбол это наше все. То есть еще раз, ребята, банк моей группы вырос более чем в два раза за два месяца. С 2,5 тысяч до 5143 рублей, при том, что я ставлю по 50 рублей. Вот считайте, если бы я ставил по 500, наверное, было бы уже в 10 раз больше. Почему не ставлю по 500? Потому что проще нажать кнопку, когда 50 рублей. Вот и все. А группа просто повторяет, кто 500 ставит, кто 1000, кто 1500, кто 10, кто во что гораст. Но так как в общем мы плюсуем, значит, соответственно, надо играть флэтом, ставить одну и ту же сумму. Вот я ставлю пока одну и ту же сумму. Итак, переходим мы на... Значит, в группу вступит 250 рублей. Сразу переходите по ссылке, закопленной в комментариях, используя мой промокод, регистрируйтесь в Молбете и получайте огромный фрибет, отыгрывайте этот фрибет в моей группе. Я официальный партнер Молбета, я не стесняюсь об этом говорить. Молбет причислил меня к пятерке лучших аналитических каналов по спорту, не стесняюсь об этом говорить. И в формате «Говорящая голова» в Ютьюбе я на одном из первых мест, потому что я только говорю, больше ничего не делаю, никаких спецэффектов, штаны не снимаю, не раздеваюсь, никакого трэша у меня нет, у меня только контент. 9 минут я удерживаю аудиторию. Найдите мне еще хоть одного капера, у которого хотя бы ролик был больше 5 минут. Итак, Казахстан, Канада. Значит, здесь понятно, что Канаде нужно. Канада плохо стартовала, у Канады 3 очка, у Казахстана 7. Сколько дают на Канаду здесь? На Канаду дают рубль 43. Я считаю, что вполне нормально заиграть победу Канады. Но мы посмотрим, что нам предлагает один из участников нашей группы – Казахстан, Канада. Да, победа Канады. То есть тут мы с ним солидарны. Просто победа Канады и поехали дальше. Швеция, Великобритания. Тотал Швеции меньше 7,5. Ну, я думаю, может быть, даже меньше 6,5. Видимо, шведы вчера с чехами расслабились, чтобы обыграть Великобританию одной левой. Так как вчера устали, значит, сегодня тоже будет у них немного голов. Немного голов здесь будет. Вот Швеция. Так, дальше поехали. Латвия, Норвегия. Ну, латышам тут нужно. Я еще когда обосновывал, когда они играли с американцами, если помните, да, я сказал, что латыши больше двух голов в этом матче не забьют. Ну, там полтора меньше или два меньше, там суть не в этом. Главное, что два максимума не забьют. Так и вышло. Почему? Потому что я сказал, что они не будут с американцами сопротивляться, они будут обыгрывать Норвегию. Вот, поэтому Латвия победа против Норвегии за 1,55. Самое интересное, что Латвия забила два гола американцам в первом периоде. Первый период, по-моему, закончился 2-2. Сенсация такая. И потом они просто отдыхали, они уже готовились к Норвегии. То есть, ну, они забили свои два гола. И до свидания. Даня, Беларусь. Победа, Даня. Вот тут, конечно, возможны варианты. Победа, Даня в матче. Тут надо посмотреть все-таки внимательно. Даня, Беларусь. Давайте повнимательнее посмотрим, разберем. Здесь букмекеры сами не знают, чего они хочут. Разделились мнения. Обе команды играли 26-го. Даня проиграла 3-0. ОКРЭ. Кто такой ОКРЭ? Я не пойму. А, это Россия, так называется ОКРЭ. Объединенная команда России. Ну, как всегда, слово России запрещено теперь в мире. Ну, нормально. Беларусь проиграла 4-3 в Великобритании. То есть, Даня в сухую проиграла, Беларусь забила 3. Ранее Даня с Беларусью встречались несколько раз. В 18-й год Даня выиграла 2 раза 1-2-0-2. В 16-й год Олимпийской игры Беларусь 5-2 выиграла. И в 15-м году 5-1 Беларусь выиграла. Товарищеский 6-1 Даня в 15-м году. То есть, в последних играх у них как-то тотал был меньше. Мы опять пойдем по моей стратегии, по авторской моей методике, которую я изобрел. Заключается она в следующем. Что если первые два матча сегодня Казахстан, Канада, Швеция, Великобритания на тотал больше, то следующие два на тотал меньше. И наоборот, если первые два на тотал меньше, значит, два вечерних будут на тотал больше. Как это заиграть? Надо это все заиграть, смотреть в контексте происходящих событий. То есть, дождемся, пока закончатся первые два матча. Какие там будут тоталы? Например, 8 шайб, 7 шайб. Значит, в двух вечерних берем 6,5 меньше, 5,5 меньше. Вот вчера это сыграло, потому что Швеция, Финляндия, Италия брали 8,5. Там нормально, 1,35 было. И Швеция, Чехия 1,35. 6,5 меньше. Значит, дуплетом они сыграли хорошо. Вот такие вот прогнозы. Теперь, что касается... Давайте посмотрим на футбол, который завтра предстает у нас. Это финал Лиги Чемпионов. Это Манчестер Сити Челси. Я думаю, что обе команды здесь забьют. Я в этой игре... Манчестер Сити выглядит фаворитом. По-моему, Манчестер Сити... Когда у нас брал последний раз Лигу Чемпионов? Они, по-моему, всего один раз выиграли. Когда Даркбай еще по пенальти убаварили, у кого они выиграли. Значит, они играют между собой так. В этом году, восьмом матче Челси, 2-1 выиграл. В гостях в Лондоне Челси 1-0 в 2021 год. 3 января Манчестер Сити в гостях 1-3. То есть, из пяти матчей в четырех у них проходило ОЗ. 2-1, 3-1. Вот такие вот моменты. Скорее всего, учился победа по фолам. Но надо смотреть игру. Когда мы берем фолы? Фолы берем тогда, когда есть удаление сигнала. Либо, когда заиграть нечего. И явный фаворит по фолам до матча уже понятен. И мы тогда берем фолы. Вчера, например, нам Тулуза. Тулуза как начала фолить, давали 1-40 в начале. 3-6 было по фолам. Они там с огромным разрывом победили. Вчера, кстати, зашел двойник нашего товарища. На Германию он сказал, гол в первом тайме и тотал больше зашло. И на Анту Лузу он сказал, обе забьют. Оба события тоже зашли. Тоже в группе они были. Все это я выкладывал. То есть, вчера, в принципе, были одни заходы. Одни заходы были. И это как бы нормально для нашей группы. Поэтому добавляйтесь ко мне в группу. Не тратьте вы свое время. Не слушайте вы в фонбете никаких людей, которые вам там что-то советуют. Просто добавляйтесь ко мне в группу. Обучайтесь. Получайте готовые экспрессы. Просто то поставьте. И потом делитесь. Вот и все. Не надо ничего делать. За вас уже все сделано, все придумано. Если хотите сами научиться, конечно, я все рассказываю, все показываю. И не только я. Еще есть люди помимо меня в группе. Поэтому не будем видео затягивать. Еще раз. Переходите по ссылке, закрепленной в комментариях. Получайте мой промокод. Регистрируйтесь в Малбете. Потому что Малбет предоставляет такую опцию, как возврат денег в случае, если у вас баскетбол не зашел на полтора очка. Не более чем на полтора очка. Деньги вам возвращаются. Это делает Малбет. Ставка называется СуперТотал и СуперФора. Впереди нас с вами ждут баскетбольные матчи. И вообще Балмет отличная контора. Поскольку у меня есть техническое сопровождение, техническая поддержка. Я всегда на телефоне, на созвоне с моим партнером непосредственно. Мы с ним в Телеграме. Поэтому если какие-то затыки, перетыки, где-то деньги там застряли, проблем никаких с выводом у вас не будет. Это я вам гарантирую. Поэтому Малбет, Малбет, еще раз Малбет. И все пишите мне на WhatsApp. Вступайте в группу. Пишите сразу имя, город. И 250 рублей вход в группу. И в дальнейшем 200 рублей в месяц абонентская оплата. Всем удачи. Привет из Сочи. Сочи плюс 24. Собираюсь в спортзал, на тренировку. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.